Прежде чем начнется ролик, хочу донести до вас интересную информацию. Дело в том, что 18 октября, то есть вот уже в эту среду, в 17 часов откроется лотерейный центр в Москве. Вы вообще что-нибудь слышали про лотереи? Я, например, крайне удивился, когда узнал, что оказывается там каждый день выигрывают сотни тысяч людей. Приходите обязательно, я там буду в 17 часов, также там будет еще множество разных блогеров, ну и, конечно же, Николай Соболев. Лотерейный центр не имеет аналогов в мире, и у вас есть уникальная возможность стать его первыми гостями. В общем, 18 октября в 17 часов я вас жду по адресу, сейчас прям прочитаю, город Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3. Приходите обязательно, я вас там жду. Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов, и, как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня я буду тестировать айфон действительный X. Собственно говоря, из-за него, мне кажется, провалился в продажах восьмой айфон, потому что все ждут десяточку. Как мы все знаем, айфон 10 выйдет примерно через месяц, а у меня он уже есть, и сегодня мы его, конечно же, протестируем. Тут я не смогу бомбить, если в коробке окажется не айфон 10. Понятно, что он еще не вышел, понятно, что это, ну, не может быть никак настоящим. Более того, на сайте честно написали, что это точная копия. Для меня не может быть претензии к таким сайтам. Они сами признают, что это лишь реплика, а не оригинал. Да и цена в 12 тысяч тоже говорит о многом. Тут скорее вопрос в другом, насколько этот телефон будет похож на айфон 10. Сейчас узнаем. Показываю все, как есть. Привезли его вот в таком виде. Но зато я сразу увидел, что это действительно айфон. 128 гигабайт. Здесь написано, по крайней мере. Вот реально, вот как привезли, так и показывают. Вот и все. Здесь он выглядит как айфон 10, наверное, все-таки. Правда, я не представляю, как выглядит айфон 10, поэтому вот сейчас вместе с вами и посмотрим. Ох, я прям вот для вас остав... Ой, вывалилась. Давайте, подождите, пока не будем его смотреть. Вот специально. Посмотрим на комплектацию. Так, здесь такие вот наушники. Такое ощущение, что это китайские. Так, вот такое вот зарядное. И провод. Ощущение, что все это китайское. Гарантийные есть у нас. Смотрите. Один год. Ничего себе. Ну, правда, ничего совершенно не заполнено. Подпись покупателя, да и что должно быть. Ну, ладно, это если что, мы заполним. Ну, а теперь самое главное. Айфон X. Айфон 10. Впервые на ваших экранах и на моих. Все. Я готов его посмотреть. Блин. Блин, что это такое, серьезно? Это не то, чтобы не 10. Это никакой не айфон вообще. Что такое? Это корона какая-то. Итак, почему я сразу понимаю, что это вообще не айфон. И уж тем более не 10. Во-первых, у айфонов нет таких камер. Они появятся только на десятке. Но почему это не десятка? Потому что он не имеет безрамочный экран. Я вижу, что он не безрамочный. То есть это обман. Самый натуральный. Давайте мы уберем наконец-то этого. О, за короны спряталось яблочко. Ладно, ну ничего, ничего. Ну, вот так он поприятнее, кстати, смотрится. Подождите, я не понимаю, здесь под пленкой еще одна пленка, что ли? Я не знаю, видно вам или нет, здесь еще пузырьки. Да, реально, здесь под пленкой еще одна пленка. Ну, это, кстати, неплохо. Ладно. Так, снимаем экранчик. В общем-то, я, конечно, понимал, когда я покупал телефон, что это будет подделка. Но нам важно понять, насколько это близко к оригиналу, к настоящему десятому айфону. Хотя его наверняка еще никто не видел, но мы же видели и презентацию, и все. Ну, блин, ну нет, нет. Он рамочный. Но это можно сравнивать с шестым айфоном максимум. Ну, я немного разочарован. Я думал, китайцы хотя бы сделают безрамочный, ну, чтобы приходил навстречу или куда-то его клал, такой вот так вот такой, опа. И все такие, вау, откуда у тебя десятый айфон? А я такой, ну, знаете, там, у купертиновцев заказал. Не знаю, как там еще можно правильно сказать. Сейчас бы Вилсаком бы сказал это. Но, блин, я даже не смогу так сделать, понимаете? Потому что он рамочный. Единственное, он вот здесь вот более-менее похож на десятый. Ну, и, собственно говоря, все. Ну, камера работает, смотрите. Да, есть. Ну, хотя бы фотографируют, слушайте, и то неплохо. Нет, все же немного побомблю. Да, в коробке и не могло лежать айфон 10. Это понятно. Но я хотя бы ожидал немного похожего телефона. Думал, китайцы, ну или кто там, уже успели сделать копии. Но нет же, это подделка. И подделка, скорее, седьмого айфона. Только задняя часть похожа на X, но от этого не легче. В общем, вроде как нас не обманули и сразу предупредили, что это копия. Но копия оказалась далека от оригинала. К сожалению. Ну что же, давайте теперь более подробно попробуем разобраться. Ну, экранчик неплохо выглядит. Даже, смотрите, вот эта вот задняя заставочка, она как бы шевелится в отличие от передних иконок. Как вы это объясните? Ну, короче, вы поняли, про что я говорю. Работает. Есть даже вот эта кнопочка. Это если ваша кнопочка сломалась, и она даже тоже работает. Ничего себе. Кнопочка выключ... Выключает кнопка? Включает? Так, ну никакого здесь не отпечатка, естественно, никакого здесь нет. Face ID тоже нет. Камера, как мы уже выяснили, включается. А переворачиватели? Да, здесь даже есть фронтальная камера. И слушайте, знаете, что интересно? Что здесь как бы нету кнопки, в принципе, физической, да? Но все равно она, типа, работает. От прикосновения работает он. Ну, даже не знаю. Вроде как я в какой-то мере разочарован, потому что все-таки он даже чуть-чуть не похож на X. Ну, и сказать, что это прям совсем дерьмовый телефон, тоже не могу. Ну, и покупать его за X, естественно, никому не посоветую вообще. За этот короткий обзор я понял, что он совершенно не похож на iPhone X 10. Просто обычный телефон, который, ну, делает вид, что он вообще какой-то iPhone. Но на самом деле он не настолько уж прям стрёмный, чтобы прям вот сказать, что он плохой. Поэтому я решил, что разыграя его между вами, зрителями, все очень просто. Переходите по ссылочке на мой Instagram, подписывайтесь на него и лайкайте фотографию, которая связана вот с этим вот телефоном. И все из тех людей, которые все это сделают, я и выберу победителя. И где бы вы ни жили, даже если не в России, я все равно отошлю вам телефон. Не переживайте, все по-честному. В общем-то, все как обычно. Ну, а с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока!